Летние каникулы – время, когда кто-то из ребят отправится в детские лагеря. Другие разъедутся к бабушкам-дедушкам, а некоторые останутся в городе, в котором тоже масса летних удовольствий. И самостоятельность – родители на службе – больному воля. Именно поэтому сотрудники МЧС посетили школьный оздоровительный лагерь в средней школе номер 16. Они рассказали детям о том, как сделать летний досуг интересным и, главное, безопасным. И провели с ребятами несколько тематических викторин. Онлайн-квизы по безопасности, демонстрацию эвакуации с пострадавшим, а также наглядную обучающую продукцию. Очень важная традиционная летняя акция «Каникулы без дыма и огня». Мы обязаны сформировать у детей грамотное представление о пожарной безопасности, научить их правильным действиям при возникновении чрезвычайной ситуации и научить их, как нужно себя вести, чтобы эти чрезвычайные ситуации не возникали. Практика подсказывает, что дети с каждым годом становятся все умнее благодаря интенсивной работе в данном направлении. Дети с большим интересом наблюдали за демонстрацией пожарно-технического оснащения, внимательно слушали, какую технику используют спасатели, как происходит сбор и выезд на пожары. Ребята примеряли боевую одежду, чтобы в полной мере почувствовать, как это – быть спасателем. Но и тут без повторений правил безопасности, пусть и в игровой форме, не обошлось. Давай, пробуй! Я считаю, так как у нас очень часто проводят классные часы, информационные часы и, в принципе, уроки ОБЖ, то молодежь может быть подготовлена. Я считаю, нужны, потому что если, опять-таки, что-то произойдет по МЧС, не только взрослые должны с этим уметь бороться, справляться, но и младшее поколение. Много разных у нас мероприятий, даже помимо школы, в городе проходят. Показывают разные мероприятия, как проходит это, в фильмах, допустим, можно увидеть. Еще где-то по телевизору разные ситуации, рекламы, допустим. Я думаю, кто здраво оценивает такую ситуацию, тому это действительно важно, он будет заинтересован в этом. Ему достаточно помогут такие навыки, если произойдет, не дай бог, такая ситуация в жизни. Такие мероприятия необходимы для того, чтобы, с одной стороны, неоднократно обращать внимание взрослых на уязвимость и незащищенность детей, а с другой – обучать ребят правилам безопасности. Совместные усилия спасателей, педагогов и родителей помогут ребятам провести каникулы безопасно. Наша школа очень тесно взаимодействует с сотрудниками МЧС. Скоординированные действия с сотрудниками МЧС помогают и детям реально окунуться в чрезвычайную ситуацию. Кроме этого, на базе нашей школы работают классы профессиональной направленности МЧС. У нас с пятого класса работают такие классы, поэтому такое взаимодействие способствует только положительному результату. Подобные мероприятия будут проводиться с детьми до конца лета, чтобы сделать их каникулы веселыми, а главное – безопасными.